Я родилась во время войны, только с воспоминаниями мамы, которая была в концлагере. И было в концлагере смерти. Концлагерь на территории Польши находится, Штутгов. И там она пробыла почти два года. Отца там сожгли в крематории, а я была, значит, мы сразу нас завезли в Вильнюс, в концлагерь Лукишки, там тюрьма такая была. А потом детей забрали, маленьких детей, вот у меня совсем грудную было, мне три месяца всего лишь, и отняли от мамы, и там в детском приюте я находилась. Вот, и где-то под конец войны, там были родственники кое-как, там меня уже забрали случайно. Вот, а мама была до конца войны, пока не освободили. Просто она осталась жива чудом, потому что всех узников, которые находились в этом лагере смерти, так как они были живые свидетели этих там ужасов, что там творилось, а их уничтожили, вот, их вывезли там на корабль и затопили. Ну, она, значит, по пути, когда этот этап, шалон гнали, там было тысячи этих узников, больше тысячи. Вот, и она просто упала и скатилась на обочину, а так, знаете, уже это был конец войны, это было начало 45-го года, где-то зима, вот так вот весна ранняя. И уже не стали там обращать внимания, там этот конвой шел так через какое-то расстояние. У нас хотелось так, вот еще там несколько женщин, и они остались вот так живы, чудом уцелели. Когда мы были на первом слете узникового концлагеря, который был в Киеве, ну вот, и там был еще один человек, тоже оставшийся живых. Просто удивился, как живы, говорит, остались живы с этого концлагеря. Ну, вот она была действительно живым свидетелем, она это прошла, этот концлагерь, и поэтому, конечно, без эмоций нет. А вас маленькую сразу после войны, получается, перевезли к матери сюда, в Сморголь, вместе здесь встретились? Не к матери, не к матери, у меня тут бабушка, бабушка, сюда в Сморголь, да? Да, в Сморголь привезли. То есть какая-то информация, условно, вас увезли, какая-то информация о том, кто вы, что вы была, да? То есть, получается, вас же как-то нашли? Ну, там, да, были, под номерками мы находились, там были родственники в Вильнюсе, вот, и как-то сообщили, все-таки же было какое-то там сообщение. И они туда пошли, она знала там немецкий язык, эта женщина, и вот так вот поехала бабушка отсюда, и так вот меня там они как-то вызвалили. Мама переживала, когда меня не меня забрали, там, знаете, как все маленькие были под номерками только, но когда она уезжала, случайно, мне прижгла ногу, вот здесь вот на ноге такое пятно, вот, и когда она вернулась, сразу за ногу меня или не меня взяли. Как люди могут дойти до этого, чтобы вот начать войну? Неужели нельзя какой-то диалог, какой-то компромисс какой-то найти? Вот надо обязательно воевать. И поэтому я удивляюсь, как это вот люди не понимают этого, не могут такие взрослые, такие умные, не могут найти какой-то компромисс, разговор, собраться, сесть, да. Ну, чтобы не было войны, потому что война – это ужас, это смерть, это разруха, это, ну, дети как страдают, погибают. Я, которая, конечно, не видела войну, но помню об этом. Для меня это ужасно. Люди, берегите мир, берегите и дорожите этим мир.